Добрый день! Меня зовут Алексей Итманов, я председатель Межрегионального профсоюза Рабочей Ассоциации, который является членской организацией Конфедерации Труда России. Конфедерация Труда России выступила одним из инициаторов компании «Народ против», именно против функциональной реформы, заявленной правительством и одобренным президентом Путиным. И мы, как членская организация Конфедерации Труда России, также являемся противниками данной реформы и прикладываем все свои силы для того, чтобы эта реформа не прошла. В 2007 году мы организовали профсоюз Рабочей Ассоциации, тогда он назывался Межрегиональный профсоюз Работников Автомобильной Промышленности. Мы начинали бастовать на Форде, завоевывая лучший в России коллективный договор. Мы объединяли трудящихся на таких предприятиях, как «Польсваген», «Ниссан», «АвтоВАЗ» и других автомобильных секторах. Осознав то, что внутри автомобильного сектора замыкаться нельзя, мы начали строить свое влияние на другие сектора и создали уже мультисекторальный профсоюз Рабочей Ассоциации. Сегодня, выходя на эту площадь, члены нашего профсоюза протестуют прежде всего против ультраправой, ультралиберальной реформы, которая просто не позволит большинству наших сограждан даже идти до пенсии. Многие из наших адептов правительства заявляют о том, что оглянитесь на цивилизованный мир, где говорится, что пенсионный возраст в Европе и других развитых странах составляет 67 лет. «Ну, господа, давайте тогда сначала введем пенсии, пособия, вэлфер, там, я не знаю, пособия по безработице, как в Финляндии, как в Германии, как в любой развитой стране, а потом будем продвигать дальше пенсионный возраст». «На самом деле, сегодняшняя ситуация показывает то, о чем мы говорили еще вчера. Российский народ напоминает человека, стоящего на подвесном мосту, над пропастью. И наше правительство – это такой злой роб, который выдергивает из-под него вот эти дощечки, на которых стоит наш народ в виде этого человека. Через определенное количество времени, убирая все социальные гарантии, доставшиеся нам от Советского Союза, то есть отнимая лучшие-лучшие статьи законов о труде, которые были в Российской Федерации, они заставят этого человечка, который есть наш народ, упасть просто в эту пропасть, там, лицом в это дерьмо. Ну, не знаю, некоторое время назад мы, наверное, прочувствовали, что чем хуже, тем лучше. Наш народ дезорганизован, наш народ не участвует в политической жизни. Наш народ кушает то, что ему впаривают вот эти дяди в пюльзаках и галстуках, которые имеют миллиарды, о том, что не лезьте в политику, придет вот умный, там, спортсмен Вауев какой-нибудь, там, Алина Кабаева и решит за вас все. На самом деле полный бред. А бразильские трудящиеся, да, имеющие три класса образования, там, нет такого уровня образованности, как в России, они говорят, если ты не делаешь политику, политика сделает тебя. То есть сделает тебя политика. То есть политика, которую лоббируют вот эти вот дяди, денежные мешки, правые националисты и любая остальная сволочь, она будет сделана за вашей спиной. Вас не верьте в то, что выборы есть выбор, да. Я вот сколько участвовал в выборах, я видел, как покупаются голоса. Как из наших налогов, да, вот всякие полудурки, типа, вострецовых, да, псевдолидеров, они просто покупают голоса трудящихся для того, чтобы, ну, причем трудящихся из таких небакалуничных слоев, именно алко-наркозависимые, которые за тысячу рублей дают и голосуют за всю эту сволочь, которая голосует за пенсионную реформу. Поэтому сегодня все в наших руках, все в руках граждан РФ. Мы можем выйти на все площади наших городов, мы можем заявить решительно нет, и мы сможем победить. Конфедерация труда России, участвуя там во всех этих трехсторонных переговорах на уровне, на правительственном уровне, она говорит твердое решительно нет этой пенсионной реформы. Сегодня только ленивый не прошелся по выступлению президента Российской Федерации, который выступая, рассказывал нам, насколько все плохо, насколько все гадко, насколько мы находимся над чертой, за которой уже нет возврата. И тут же, да, в расследовании Навального показывают, как в Кучеряво живет председатель пенсионного фонда. Тут же мы видим, как они меряются яхтами, у кого она длиннее, у кого на три метра, да, стоимость каждой из которых является, даст возможность оплатить пенсии, там, небольшому городу типа Пскова в течение пары лет. Поэтому, говоря о том, что мы находимся над чертой, да, мы находимся... Мы находимся над чертой невозврата, действительно, и над чертой невозврата от абсолютного обещания, на которое толкает наш народ, наше правительство. Оно, если кто-то говорит, что оно не либеральное, или... Оно абсолютно либеральное. Оно ультралиберальное правительство, которое пытается все сделать, отстаивая интересы крупного бизнеса. Посмотрите, пожалуйста, вот пришли какие-то санкции к российскому олигарху. Тут же, махом, наше правительство решает, как этому олигарху помочь, да. То есть, из нашего бюджета наши деньги идут на поддержку олигархов и прочие-прочие-прочие сволочи. Поэтому я призываю граждан России выходить на площади, выходить на улицы, сказать свое решительное «нет» ограблению нашего народа. Кроме того, я хотел бы сказать следующее, обращаясь к нашим согражданам, прежде всего, жителям Ленинграда, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Митинги протестные сегодня идут по нарастающей, они должны увеличивать свою мощность. Сегодня есть митинг, организованный КПРФ. Через неделю будет митинг, организованный Навальный. 16 числа наша именно компания «Народ против» будет проводить митинг. О месте и времени мы сообщим дополнительно. Призываю всех прийти на этот митинг, выразить свое решительное «нет» ограблению своих отцов, своих матерей и себя самих. Потому что кроме вас, политику за вас не сделает никто. Все на площади, все на улице, все против пенсионной реформы. Спасибо. Продолжение следует...